Добрый вечер, уважаемые коллеги. Поздравляю всех с началом сезона. В первую очередь, предоставляем слово команде гостей. Павел Пантинович, прокомментируйте, пожалуйста, прошедшую и с удовольствием присоединюсь к поздравлениям прекрасных женщин, всех любителей футбола Волгаря и Факула. Поздравляю с началом нового чемпионата. То, что касаемо непосредственной игры, я скажу, что итог, наверное, закономерен, потому что минимум созданных моментов строго играли обе команды в обороне, с учетом того, что первая игра, присматривались все. Где-то моментом инициативы во владении мячом имело место быть у Волгаря. Где-то к нам таких явно годовых моментов, 100%, которые тянули на взятие ворот, ни у одной команды, ни у другой не было. Были прострелы со стороны Волгаря, были позиционные ошибки наших защитников. Во втором тайме у нас было две хорошие предпосылки. Это реально должен был более остро сыграть данная ситуация при расстреле справа Каюму, который практически в площади ворот находился метрах в семи. Там нужно было вратарю в противоход головой бить не в него, а в противоход. Это реальный момент, который, так можно сказать, на голевой тянул. И загубленное уже в дополнительное время, выход пять в три, опять ошибся в передаче. А так считаю, что, в принципе, закономерно абсолютно. А, Владимир Ильич, у вас в составе покинула группа игроков и отбросил старт в составе отсутствие чехопелей. Чем он уступает на данный момент своим конкурентам, чтобы вы решили оставить его в запасе, хотя у него есть серьезный опыт игры в ФНЛ? У него есть опыт игры в ФНЛ, но мы учитываем состояние игрока на данный момент. Ника очень квалифицированный игрок, но уровень его готовности на сегодняшний день, скажем так, он не находится в оптимальном состоянии своей готовности. И уповали мы на то, что в конце игры, когда команда немножко подустает, использовать его сильное качество. Его сильное качество – это скорость и дриблинг. С учетом габаритов, мы и планировали это, с учетом габаритов защитников команды «Волгарь» и Григорьева, и Климова, и Токазова. Вот здесь Токазов в это время был заменен уже. Его качество лучше всего. Получилось то, что получилось, а то, что он пока не готов в оптимальном состоянии. Продолжая тему, оставшуюся от прошлого состава, удивило отсутствие Лукьянуса и Курилова. По медицинским показателям или как? Да, по медицинским показателям. Лукьянов и Курилова травмированы. Они не занимаются в общей группе. Поэтому их отсутствие только с этим связано. Мне удалось общаться с Вашими болельщиками. К Вам в клуб перешел ряд футболистов «Сокола». Как известно, Ваши фанаты с ними не очень в дружных отношениях. Не боитесь ли Вы каких-то определенных провокаций, негативных отношений по отношению к тому же Мунуковскому, Федорову, Семенову? Вы знаете, откровенно говоря, меня немножко удивляет позиция болельщиков. В каком-то там году что-то где-то произошло, какой-то штрафной или пенальти то ли поставили, то ли не поставили. Но это история давно минувших дней. И то, что ребята пришли, они изъявили желание выступать за команду «Факел». Они на сегодняшний день игроки команды «Факел». И, наверное, это не совсем правильно. Отношения болельщиков, с моей точки зрения, должны быть следующими. Приехали в город, встретились все вместе, пошли поиграли в футбол, поделились мнением. Болеет одна группа за свою команду, вторая за другую. А какие-то междоусобицы давно минувших дней, это никому не нужно. Я думаю, что настоящие болельщики, они оценят приход ребят, они оценят то, что они носят эмболему «Факела», и адекватно будут относиться к ним. Я очень надеюсь на это. Если есть какая-то группа игроков, которые что-то будут провоцировать, ну это болельщиками сложно их назвать тогда будет в такой ситуации. Спасибо.